всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня у нас с вами пятница сегодня последний день акции по обучению таро райдера уэйта то есть вы еще успеваете сегодня приобрести курс в записи кому интересно в разделе сообщества на главной странице моего канала вся информация как пасть на главный канал на главную страницу моего канала то есть внизу с левой стороны внизу да есть моя фотография нажимаете на нее он перебрасывает сразу вас на главную страницу моего канала вот там заходите раздел сообщества и последний пост как раз таки говорит про акцию по обучению таро как уже говорила и в конце прошлого расклада то есть даже если вы не планируете работать торологом либо как-то взаимодействовать с картами просто приобретите блок по великим арканам вот где я подробно рассказываю о глифов великих арканов это вам поможет понять себя лучше вот либо курс вне акции древо жизни который тоже нам помогает лучше понять себя лучше разобраться собой вот я также под этим видео как и в прошлом ролике говорила оставлю ссылку на водное занятие по курсу древо жизни приходите смотрите и определяйтесь сегодня мы с вами значит камешки есть подальше друг от друга просто когда там не кто-то сказал что или не делайте подальше камешки чтобы я могла определиться с позицией вот определяетесь тайм-кода есть я в описании сегодня мы будем делать расклад который предложила юлия лита если я правильно прочитала ник называется он почему вы не хотите любить себя в чем ваша вторичная выгода аналогичные расклады по моему на тему любви у меня уже были если я найду здесь вот где-нибудь ссылках сразу в подсказках выложу можете нажать и перейти посмотреть тот ролик а потом вернуться и продолжить свою позицию что там про любовь было уже любовь к себе а сегодня мы с вами посмотрим почему вы не хотите себя любить смотри на метафорических картах про неё колода называется в разделе плейлистов мои обзоры обзора моих колод я делала обзор на метафорические карты можете посмотреть у меня также есть курс не курс а мастер-класс часовой по считке метафорических карт и кому интересно в описании к ролику есть документ который называется мои услуги нажимаете переходите читаете либо заходите в раздел плейлистов на главной моей странице есть отдельный плейлист который так и называется мои услуги найдете там как раз таки ролик где я рассказывала про метафорические карты все вам станет полезно понятно поэтому все для вас приготовлено а мы давайте с вами приступим начнем вы на метафорических картах работать и на колоде чака специально не успех жизни по моему называется у него всегда в блоках то есть колоды делятся на блоке на плюс и на минус то есть полярность и вот этой колоде она не исключением не тоже есть исцеляющие карты я наверное сделаю обзор на эту колоду и темные истории вот мы как раз таки поработаем сегодня так все вроде бы сказала вступление ну мы приступаем с вами позиция номер один голубенький камешек данный вспомнить самой поставить потом все эти подсказки почему вы не хотите любить себя давайте посмотрим вытащила аркан как сигнинфикатора вас и здесь изображена семья в у меня глубоко семейный человек даже если вы живете одни либо вы считаете что вот вам как-то брак семья не нужно здесь сигнификатор вас знаете человека нуждающийся в семье именно знаете в семейности не в плане формальности выйти замуж там родить детей нет а именно в плане вот знаете ощущение сопричастности единой какой-то команде именно ощущение того что один за всех все за все за одного люди которые знаете верят в люди которые объединяются вокруг общих каких-то целей и ценности у них есть общее понятие вот семья для вас это вот ваш тыл и это не пустые слова по крайней мере это ваша потребность такая если у вас нет такой семьи это вот ваша потребность здесь ощущение того что люди пришли к такому состоянию знаете вот некое такое оседлости что ли создание семьи именно в какой-то вот оседлости если раньше вам прийти как-то быт и вы считали себя например там я не знаю человеком вне традиций то участка прям такое знаете возраст внутренний ваш возраст души когда вы хотите вот это узнаете семью вам как тот заботу уют может быть у кого-то появилось желание как-то готовить о кого-то заботиться мне ощущение что это вот это чужды валим были ранее и ценности вы вы их делали но они были формальные если вы раньше делали а сейчас как тут больше от души пошел если у вас есть партнеров знаете вот это вот желание заботиться о нем желание как-то проводить уютные вечера вместе и знаю за беседой за просматриванием фильмов вот как как какое-то родство вот здесь очень важно сейчас на данном этапе родство родство с людьми может быть это настоящее родство но в плане семейности либо а окружить себя людьми родственными вам по вашим энергии в папа вашей энергетики давайте посмотрим теперь на темные это был ваш сигнификатор на темной колоде темных истории почему вы себя не любите а потом тот же самый вопрос нет а потом я знал а почему вы себя любите и мы посмотрим общее потому что нельзя сказать что сто процентов мы себя не любим либо сто процентов мы себя любим всегда где-то есть какая-то золотая середина либо зависимости по обстоятельствам где-то мы себя любим либо не любим почему вы себя не любите вот ваша нелюбовь к себе скорее всего так скажу она выражается в какое-то знаете ехидстве вот вы всегда себя подкалываете всегда себе говорите что да 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 ты не достойна вот вот это вот ваше отношение к себе оно такое не совсем хорошее вот в этом выражается ваша нелюбовь у тебя это не получится потому что здесь вот ощущение идет что ты этого как будто бы не достойно здесь сразу родительские какой-то сценарий идет отторжение что вот здесь причем знаете не обязательно если допустим это была мама что у вас не любили это ваше детское восприятие того как ребенка что она как будто вот вас отталкивает от себя понимаете это может выглядеть так что например мама очень много работает и устает и ясно дело ребенку нужно внимание когда он к ним приходит в силу своей усталости физической мама ну иди позанимайся там там порисуй либо иди поиграешь что такое вот и ребенок ощущает вот это вот что я не то чтобы я не нужен а меня отталкивает вот здесь вот в отношениях с мужчинами вас может быть такое что вас как-то отталкивают вас держит на дистанции если это проекция там мамы например либо отца не важно кого из родителей ну вот у меня здесь идет такое что знаете отойди от меня вот что-то такое может быть для кого-то здесь будет такой момент как как недостойный как какая-то знаете такая темная каста и но это детское такое восприятие и сейчас вы его проецируете в некоторых а ваших взаимоотношений с другими людьми и когда такое проигрывается то ваша мысль о том что ну да ты же не достойны ну да причем знаете с каким-то таким ехидством выпала по отношению к себе говорите ну да ты же типа а второй категория либо ну да конечно у тебя же есть лишний вес вот вы иногда о себе говорите вот в таком ключе и вот в этом выражается ваша нелюбовь к себе еще в чем выражается ваша нелюбовь к себе вот желание быть особенным то карта называется вот для вас важно понимаете вам важно признание признание вас именно как человека здесь у меня проходит то что вы и в себе немножечко не уверены и вам всегда важна обратная связь обратная связь от других людей что ты 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 такой же как и я возможно у вас детстве было вот это вот ощущение выделение вас на фоне других людей в силу ваших возможно убеждений то что то чем вы занимались может быть ваша какие-то игры они были не такие как у других людей вот это вот ваше ощущение того что я не такой немножечко и вы не знали как с этим справиться и поэтому вот это вот я ясно делать что люди закрываются до в себе потому что когда они сами себя не могут понять им проще изолироваться от внешнего мира ощущая себя вот как-то недостойным не таким как все вот лично вам важно вот это вот одобрение вам важно какое-то вот признание что да я вижу что ты делаешь для особенно за во взаимоотношениях близких когда вам кто-то говорит да я заметил что ты обо мне заботишься либо да я заметил что вот ты принес допустим тарелку обеда мне то есть я заметил вот этот жест вам очень важно чтобы ваши жесты я хочу сказать доброй воли ваши жесты внимания чтобы они были замечены и здесь понимаете здесь даже не то чтобы вас признали другие а вот то что вы делаете чтобы это как-то оценивалось оценивалось хорошо вот чувство что вот вас как будто вы знаете по головке так как собака говоришь принеси и кость либо игрушку какой-то бросаешь вот она приносит и ты начинаешь ее хвалить молодец говорим молодец вот и и она хочет еще и еще вот здесь для вас этот момент очень важен да когда вы получаете одобрение это одобрение знаете почему для вас важно потому что таким образом вот это вот ваша уникальность ваша индивидуальность которую вы ощущаете которая разница от других людей когда вас вы получаете отобрение вы таким образом понимаете для себя что окей я нет я такой как все да я такой как все то есть со мной все окей и не надо ничего переживать потому что вот опять скажу вот это вот ваше непонимание вашей уникальности да что то есть вас такое чего нет других людей и вам это кажется что это это какой это что-то такое плохое и вы это в себе не принимаете поэтому когда получаете одобрение от других людей вы знаете какое-то вам приходит успокоение что окей значит я нормально вот меня же приняли меня меня одобрили значит я хороший но вот это вот хороший это не не совсем право самооценку а это про то что примите меня в свою свою группу примите меня вот свой круг друзей вот таким образом я понимаю что потому что знаете здесь у меня какое ощущение возможно ваш уровень развития он выше чем другие и вы понимаете что вы такой один на десять человек и ясное дело что те девять оставшиеся и они между собой как будто вы находит этот коннект а вам тоже хочется но вы конак не находите потому что вы разговариваете с этими девяти на разных языках и ясное дело что всем этим девяти людям потянуться до вас достаточно сложно да не всем это надо и вам приходится спускаться на здесь такое ощущение что там приходится спускаться с небес на землю чтобы сказать да примите меня да я тоже человек да обратите на меня внимание и когда на вас обращают внимание да 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 типа ты классный вы меня как будто бы знаете чувствуете вот эту вот общность да я я тоже сопричастен потому что вы глубоко семейный человек в силу своих какой-то особенности да вы выделяетесь и да может быть вы сильная личность да по натуре может быть вы такой я не знаю человек целеустремленный у вас все получается и вы выделяетесь то есть ну либо допустим вы успешный человек в вашем окружении восемь человек они не успешны либо там девять человек не успешны и да не будут к вам тянуться но только с какой-то выгодой да чтобы что-то от вас получить а вы хотите как будто бы знаете как маленький ребенок поиграй со мной да поиграй обратите внимание я тоже хочу с вами играть можно я с вами поиграй а вы например не знаю детстве были крупным ребенком да все такие хруси худенькие да все бегают а вам тяжело бегать вам и не интересно вот по вашему ритму вам хочется посетить но вы душой мечтаете чтобы хорошо было чтобы я тоже так бегал играл и не получается и поэтому вас допустим дети не берут свою компанию и не играет с вами вот это вот желание желание быть таким как все и вот это вот именно желание быть как все это и показатель не любви к себе почему потому что я не не говорю о том что вы должны подчеркивать эту свою индивидуальность и вот прям возвышенности и чтобы она переходила в гордыню нет а про то что принять что у вас есть эти качества не для того чтобы выделиться еще расскажу а для того чтобы принять вот эту вот вашу какую-то уникальность что допустим не знаю вот это вот ваш уровень развития не старайтесь занижать себя а старайтесь стараться принять и искать что окей это классно что я вот на такой высокой ступени значит моя душа много трудилась много развивалась и это ведь для чего-то нужно было и это здорово это классно то есть вот здесь вот нужно научиться принимать это и потом с этим принятием взаимодействует с другими людьми вы как будто бы от себя отсекаете вот это вот хорошее то к чему люди идут там я не знаю веками условно говоря и становитесь вот как все серые мышка а понимаете вам вам нужно быть белой мышкой среди серых мышей вот как-то так научиться это я вчера какой-то фильм смотрела вот и там негр разговаривал на русском языке и там как раз таки кто-то ему сказал что с каких пор русские стали неграми вот вот здесь примерно что такое да то есть он не игра он разговаривать на русском языке его нормально воспринимает да чуть-чуть цвет кожи отличается но прекрасно разговаривает на русском но все тоже может быть членом нашего клана нашего сообщества вот здесь что-то такое то есть не надо говорить что прикидываться да там как-то себя ну не знаю мейкапом замазать либо пудрой не свой черный цвет кожи и сказать что нет я тоже белый ну то есть не надо это видно это видно что вы не такой поэтому научитесь быть черным русским потому что для вас вот вы понимаете вам хорошо возможно быть самим собой но всегда бывают такие моменты когда мы же все социальные люди нам хочется хоть и изредка но с кем-то общаться и вот те моменты когда вам изредка хочется общаться вас как будто бы отторгает не принимает и вот это вот ваша семейность а она глубоко внутри вас понимаете вот это вот забота доброта когда все собираются я не знаю за чашкой за ужина может быть за чашкой кофе и вот общается вам это очень очень хочется сейчас по крайней мере на на том этапе на котором вы сейчас находитесь что вам поможет вот сразу просто спрошу что он поможет герой принять своего героя и и а там называется жизненная миссия ну вот принципе то что я и сказала возможно знаете ваша задача как раз таки в этом ты и и состоит чтобы вести за собой людей чтобы вот то что я сказал то что вы находитесь на высоком вот этом уровне как-то не спускаться до уровня серых мышей а серым серых мышек увлекать именно вот в эту трансмутацию чтобы стать белой мышкой понимаете вот в этом ваша задача и то что вы являетесь героем то есть не похожим на других людей и вот это принять надо да то есть геройство с точки зрения того что вы не падаете низко то есть у вас есть какие-то свои ценности свои какие-то добродетели на которые вы опираетесь и ну не нужно то есть надо увидеть в этом плюс понимаете не не мину что все допустим там в окружении до матеряться и вот и и мне так нет это хорошо что вы не материтесь это показатель того что язык настолько богат что можно обходиться и и ну я не знаю без матерных слов не потому что вы ханжа да и как-то презираете нет а как будто бы вы понимаете вы как герой показываете другую другую реальность вы показываете другой вариант и и вот как-то через вас либо об вас люди могут меняться и здесь вот этот вот вопрос почему вы не любите себя он как раз таки поможет вам здесь принять принятие вопрос принятия принять в себе то что я и писала описала выше и таким образом вы сможете как-то полюбить себя что ли искать так так а позиция номер два и двоечки смотрим на метафорических картах ваш сигнификатор напоминаю что в плейлисте мои услуги вы можете посмотреть информацию про мастер-класс по метафорическим картам для того чтобы вообще считывать информацию с картинок не только с карт это тоже поможет вам как-то взаимодействовать с миром и читать знаки либо зайдите в плейлист обзор моих колок и я ближайшее время сделаю обзор на колоду чака специально вот посмотрите что это за колода кому интересно сигнификатор вас человек который живет с оглядкой прошлое человек который знаете бережно относится к своим каким-то мечтам каким-то желанием сейчас знаете наступил такой период когда вы можете это реализовать знаете здесь чувство маленького ребенка который дорвался до своей какой-то куклы машинки игрушки не знаю не вот это вот время он хочет посвятить он готов посвятить этой игре но как будто бы оглядывается назад в каком-то ожидании что вдруг его мама кликни да и скажет вот там идеи уроки делать там либо иди как-то кушать либо что-то делать а ему это так и не хочется что вот его кто-то отвлекал ему хочется сфокусироваться на том что что он хочет на каких-то своих мечтах но вот знаете вот это еще и и чувство что все время что-то отвлекает когда вы только начинаете заниматься тем что вы любите всегда во что-то откликает отвлекает либо вы всегда знаете смотрите с оглядкой на свое прошлое а вдруг повторится то что было тогда здесь ощущение того что если вы сто процентов включитесь в то что вам нравится то вот вдруг неожиданно что-то произойдет и напугает вас поэтому вы как будто бы полностью не включаетесь то что любите а все время осматриваете по сторонам знаете вот как будто бы быть на чеку то есть да я играю в эти игрушки но при этом я всегда смотрю по странам вдруг что-то придет что меня напугает чтоб я был готовный и таким таким образом получается что никак не можете реализовать то что вам нравится потому что вы полностью не включаетесь вот такой вот ваш сигнификатор сейчас давайте посмотрим почему вы себя не любите либо даже не почему а уместнее было бы задать вопрос как выражается ваша нелюбовь к себе если вы себя не любите контроль и вот я говорю о вашей нелюбовь к себе она выражается в плане контроля плане того что я мне безопаснее здесь вопрос ну чего себя не любите да ответ на вопрос почему я сразу могу сказать здесь вопрос безопасности стоит потому что контроль контролем как правило чтобы овладевают любят контролировать те люди которым сложно довериться довериться вопрос доверия да отсюда и безопасность я поэтому сказал довериться как-то процессу довериться другим людям вы относитесь к категории людей которым проще что-то сделать самостоятельно нежели мне как-то энергии опять сменились позициях чем кому-то что-то делегировать почему потому что я должен быть в курсе всего я должен быть на готове я должен как-то заранее все продумывать все просчитывать почему потому что если я этого не сделаю я боюсь что у меня встретит как-то врасплох здесь ощущение того что возможно в прошлом у вас была в детстве какая-то такая ситуация которая послужила именно вот этому вот недоверие и желанию все контролировать потому что я не знаю может быть мне показывает то что вы были старшим ребенком и вам как будто бы доверили за младшим ребенком смотреть а он ну я не знаю может там ушибся упал что-то такое произошло может день застрял себя за ну все что-то сделал а вы всего того чтобы были тоже ребенком ну не обратили нет не досмотрели ну то есть вы не взрослый человек вам нельзя было доверять детей ну братишку либо сестренка младше вас это понятно и вот вас как будто бы за это потом наказали его для вас это стало травмой что вы не досмотрели и вот оттуда пошло вот это что теперь я буду все контролировать потому что я не позволю себя себе снова ошибиться снова прожить вот эту травму если вам описала примерный пример как как эта травма а вы уже посмотрите из своей ситуации жизненной что такое может быть то есть здесь ощущение того что вам что-то доверили а вы это не досмотрели упустили своего вида и для вас это стало травмой какой-то а теперь вы как будто бы себе не позволяете снова прожить эти ситуацию эту ситуацию ну вот эту боль последствия вот и у вас есть вот это вот желание все контролировать поэтому вот эта вот картинка по метафорической карте не знаю вам видно или нет вот где девочка оглядывается назад в комнату кто-то входит да какая-то фигура скорее всего это мужчина чтобы что так пока по силуэту понятно вот и вы поэтому все хотите контролировать вот это вот ваша не любовь к себе она выражается именно через этот контроль потому что вы не можете расслабиться вы не можете довериться вы и здесь почему это говорит как не любовь к себе потому что вы у вас очень много запретов здесь да то есть вы не разрешаете себе как-то вот может быть спонтанно выразить какие-то свои эмоции ну вот быть непосредственно да быть открытым потому что мне надо просчитать если я вот так поступлю то какие будут у меня последствия есть я вот это сделаю какие у меня будут последствия здесь про это речь идет скука аркан скуки выпал до карта скуки как выражается ваша нелюбовь к себе в том что знаете вот ощущение что вы должны постоянно находиться в каком-то движении потому что я вот вы не позволяете себе немножечко краски опять-таки про прославиться поскучать поскучать в плане знаете вот как-то потупить посидеть ничего не делать вот вам вам это нравится но вы себе этого не позволяете потому что как будто бы знаете целеустремленный человек он постоянно должен находиться в каких-то действиях а что-то должен достигать он что-то должен там не знаю преодолевать здесь у должен находиться в как кавка в каком-то постоянном процессе потому что если я сижу ничего не делаю скучно это неправильно вот здесь как-то так опять-таки тоже детская какая-то такая травма причем а ты знаете на работе может понаблюдать и стоит вам немножечко как-то вот сесть отдохнуть всегда там хозяин либо кто-то поездка что-то сидишь бездельничаешь да вот займись делом и вот это вот как раз ки тоже проекция ваших родителей что-то сидишь без дела там займись делом что это вот ну неправильно и как будто у вас установка на это поэтому ваше выражение не любви к себе я в том что вот именно скучать когда скучно и вообще скучать пока кому-то другому человеку это тоже не совсем хорошо прям знаете вот вопрос привязанности к людям тоже здесь встает вы себе как будто бы запрещаете то есть нельзя очень близко быть людям привязываться потому что это чревато последствиями это будет больно здесь так такие моменты тоже есть вы через это выражается ваша не любовь к себе а ваша любовь к себе через что выражается ну это и одновременно как ответ да на вопрос что можно сделать как это можно изменить свою нелюбовь на любовь а вот ваша любовь к себе это ваша карта называется ангел ваше отношение к себе как душе а который всегда заботится ваш ангел-хранитель тире ваше высшее я то есть когда вы знаете вот это вот краски доверия на то что мы говорили в контроль можно полечить доверием что всегда обо мне заботится мои высшие я всегда обо мне не заботится моя душа то есть я всегда о себе забочусь то есть вот здесь ощущение того что я смогу о себе позаботиться я способен о себе позаботиться то есть можно расслабиться можно себе позволить чуточку больше в этом и выражается забота то есть знаете такая вот любовь в плане внимание в плане здесь ангел он как будто бы обнимает знаете сзади девочку вот это почему сзади потому что на спине у нас нет глаз и это высокий очень стиль уровень доверия высокий высокая степень доверия когда вы позволяете другому человеку обнять вас сзади не потому что нож в спину всегда сзади вонзается то есть предательство да такое ощущение вот это вот вся метафора до сзади со спины и стыла а вот это вот чувство что кто-то вас обнимает сзади это тыл это забота вот ва вы как-то вот это должны в себе ощутить взрастить заботься о себе то есть не переживай все что все что бы не происходило но я смогу самостоятельно о себе позаботиться я смогу себе дать эту любовь вот то что мы говорили о привязанности до к другим людям к себе привязываться на в плане не знаю больше внимания себе уделять то что вы хотите вектор на себя не на вне она себя а вот скуку да то что я говорила можно проработать как раз таки здесь карта называется рождение через именно в этот момент когда кто-то говорит что вот вы сидите бездельничаете да либо там скучаете ничего не делаете вот именно в этот момент у вас рождаются какие-то идеи то есть момент когда вы останавливаетесь когда вы прекращаете бегать прекращаете вот эту суету происходит рождение здесь ощущение того что знаете у вас какое-то омоложение даже происходит не а почему потому что вы как-то успокаиваетесь и ритмы ваши замедляются и хочется сказать что вот как будто бы в этот процесс клетки какие-то старые они отмирают и что-то новое рождаются новые клетки рождаются и их очень важно запрограммировать на молодость на выносливость на долголетие на счастье то есть вот в этот момент происходит какое-то рождение какие-то идеи к вам приходят и вот прям практикуйте знаете любовь к себе в том что вы осознанно как-то замедляете может быть дыхание замедлять вот что-то что поможет вам как-то вот родиться заново по-другому посмотреть что ли на ситуацию по-другому здесь однозначно спешка это вообще не ваш ритм прям иногда вам могут быть что что такое нерасторопный прям не собранный какой-то вот в этом какое-то ваше рождение что ли получается ай чихнуть хочу правду говорю такая у меня вторая позиция позиция номер 3 зелененький камешек троечки смотрим ваш сигнификатор как вы у меня поменялись прошли врата льва да вот и энергии сменились вашей энергии на данный момент человека который хочет разбитую вазу заново склеить здесь такое знаете не думаю вень недоумевание как как вы себе говорите как ну как же так ну как это вышло ведь я тебе так берегла да здесь обращение квазе прям такое выражение лица ну как такое случилось ну прям ну как так что-то в таком роде да и вот вы склеиваете эту вазу и не получается и вы понимаете но здесь вот ощущение того что что-то произошло что-то случилось что невозможно уже как-то вернуть либо это сейчас момент такой либо это какой-то вот ваш сценарий очень важный в вашей жизни когда что-то происходит и потом уже это не не обратимо вот это вот в в момент необратимости для вас почему-то является ключевым вашей жизни на здесь хочется сказать как это но я же тебя предупреждала но почему ты так постой почему-то меня не послушал вот но здесь нету агрессии здесь нету огорчение здесь как будто бы знаете такая беспомощность ну что теперь сделать а ну как теперь быть но почему здесь это вот что-то такое здесь вот в таких энергиях я вас славливаю либо это какой-то ключевой момент был вашей жизни либо я сейчас смотрим как выражается ваша не любовь к себе троечки гнев гнев неоднократно говорю тройкам о том что очень много подавленной энергии когда вы гневаетесь когда вы раздражаетесь вот в этом вы проявляете разрушительные для своего организма для всей вашей системы в том числе и иммунной системы для вашего здоровья прям такие действительно необратимые моменты либо вы это гнев подавляете либо вы иногда знаете вы копите-копите потом губ вспылили и вот те момент когда вы спылили вот это вот прям очень катастрофично в прямом смысле слова для вашего тела для вашего физического плана прям это такая мощная энергия которая вас самих разрушает ваше тело физическое разрушает не тело показывают здесь больше чем еще выражается ваша нелюбовь к себе карта называется личный миф когда трое человек находится скрываются за масками за масками счастья а на самом деле как раз таки там и появляется и гнев и страх и горечь какое-то вот разочарование здесь про это ваша нелюбовь к себе когда вы играете какой-то то есть ощущение того когда вы не ненастоящий вот для вас гнев и надевание маски это вот прям такое пагубное отношение к самому себе примут из всех трех позиций ваша она такая очень мощная именно энергетически заряженная а как вы выражаете любовь к себе то есть когда вот я рассказал да когда гнев либо когда вы носите маски причем скрываетесь то есть когда вы не искренне и когда вы не показываете опять-таки дети ведет про подавление понимать не подавляйте свои эмоции вы подавляете все время себя вы почему там знаете мне идет такое ощущение создайте не маска мне показала девать и какой-то фартук не знаю почему что за фартук одеваете какой-то фартук да так некая такая что ли защита я не покажу не покажу свои истинное лицо чтобы знаете не запачкаться хочется сказать что вот поэтому фартук и мука чтобы не запачкаться не запачкает свою одежду поэтому я не буду ваша любовь как выражается либо этот вопрос можно еще переформулировать как можно исправить вот эту вашу не любовь на любовь к себе вот ваша любовь к себе выражается тогда аркан дружбой и окан благодарности вот в эти моменты вы себя любите либо вот эти негативные моменты нелюбви мы можем сменить через эти позитивные то есть гнев мы можем сменить на дружбу дружбу самим собой и научиться дружить с другими людьми вот именно что есть дружба прям изучите этот вопрос можете поспрашивать потому что знаете у каждого человека понятие дружба она свое не кого-то дружба это поддержка для кого-то дружба это просто общение для кого-то дружба это там я не знаю вместе проводить время у каждого на свое вот просто поинтересуйте поспрашивайте у вашего окружения что значит дружба для каждого из них и научитесь дружить здесь вам нужно быть дружелюбным то есть гнев нужно сменить на дружелюбие вот когда вы дружелюбные вот тогда вы выражаете именно любовь к себе то есть первая очередь к себе относиться дружелюбно и вот личный мир до скрыть скрыть и за какими-то масками то что вот вы не показываете свое лицо вот здесь прям энергия благодарности помогут вам быть благодарным благодарным себе быть благодарным другим людям именно не на словах здесь вопрос не о словах не то как вы это говорите и не а действия здесь речь идет об энергиях я все говорю про энергии почему потому что это вот внутренние ощущения когда вы находитесь благодарности понимаете вы открываетесь этому миру вспоминайте ощущения я не знаю благодарность очень хорошо ощущается на природе когда вы видите красоту вас наполняет вот эти вот энергия и появляется ощущение вот вы смотрите например там на небо на высокие деревья на природу и вы как будто бы благодарить за эту жизнь боже какая красота как хорошо жить на белом свете и вот это вот ощущение и она как раз таки до зачесался не высшие силы горд наконец-таки мы через тебя достучались до них это ощущение благодарности я благодарен вы наполняетесь этой энергией я не знаю как описать энергию благодарности но она однозначно вы ее уже внутри себя ощущали это когда вас распирает изнутри что-то такое приятное что-то такое благостное и вот это вот когда вы находитесь вот в этом состоянии благо благо благости да вы хотите этим благом поделиться вы настоящий тогда вам не нужно носить вот эту вот маску да то есть внуше у меня плохо но я одеваю маску что вот у меня все хорошо я не хочу ни с делиться а вам возможно необходимо иногда рассказывать мы говорили про дружелюбие про дружбу возможно вам нужно научиться дружить с людьми и научиться показывать то что есть внутри вас то кем вы являетесь на самом деле а здесь почему знаете есть такой момент вот про вазу здесь вы как будто бы боитесь вы боитесь разрушить отношения что вот возможно вы что-то покажете а это не понравится человеку и а вы потеряете этого человека либо вы покажете какую-то свою черту характера она не понравится вы разрушите вот это вот ваш сосуд коммуникации взаимодействия с другими людьми здесь краски сразу показано то что вы не умеете общаться то есть вы не знаете что такое настоящее общение настоящее общение это никогда любезности никогда формальность никогда мы скрываем да и показываем людям только то что они хотят потому что здесь у меня ощущение что вы как будто бы так себя ведете вы себя настоящего не показываете а любовь к себе это как раз ки когда вы разрешаете себе первое быть разным и второе показывать это эту разность что сегодня у вас хорошее настроение завтра с плохое настроение и не говорю что вам надо срываться на других людях вам нужно показывать на тем самым вы становитесь понятными для людей вам нужно научиться в коммуникации как раз таки вот показывать себя не бояться что вот сейчас меня слова задели либо сейчас то есть показывать что у вас сейчас происходит внутри вас это вот я услышала эти слова опять-таки мы не переходим на личность и когда мы общаемся мы даем человеку понять того то что у нас внутри происходит мы не говорим что ты меня обидел мы говорим вот я услышала вот эти слова я почувствовала что по сути дела так и есть не человек вас обижает он что-то сказал и это вас за дело но то что он сказал это что вы услышали это может быть разные вещи может быть сказать сегодня что там я не знаю ой какая ты красивая а мы как женщина например можем услышать а что же другие дни я не была красивая все и завелась то есть человек просто сказал что ты красиво сделать и комплимент а мы услышали что-то свое вот про это речь поэтому мы даем обратную связь человеку мы говорим что вот сейчас я услышал не ты сказал а я услышал вот это вот это это так и человек вам скажет если это так токи дальше выстраивайте диалог если это нет то уточните а что же он имел ввиду вот это есть настоящая коммуникация когда мы действительно находимся во взаимодействии мы не просто используем речь да и языком чешем говорим понятные слова только на другой человек услышит так мы говорим слышал звон не знаю где он это вот краски про то что слова знакомы а смысл вложенные в них каждый воспринимает по-своему а вот у вас вот вот этому вам как раз таки нужно и научиться именно вот в таком формате коммуникации дружелюбия вы будете ощущать благодарность 50 благодарю что ты помог мне открыть до собеседника папа мог понять менее себя что вот я иногда что-то на придумываю иногда что-то додумываю иногда наоборот понимаю где-то искаженно иногда понимаю правильно то есть вот это вот вас вопрос коммуникации когда вы поймете на когда вы начнете позволять себе больше именно выражение себя когда вы научитесь правильно коммуницировать с людьми не бояться рассказывать что вы ощущаете что вы ощущаете сейчас то вы считаете когда вы говорите с другим человеком чем он вас наполняет не уточнять чем он сам наполнен тогда вам не надо будет носить эти маски понимаете тогда вам классно будет от того что вы разные и другой человек разного вам интересно тогда у вас появится интерес в общении что вы будете понимать что раньше я додумала как я уже сказала до человек сказал что ты красивая я додумала что что же я в другие дни некрасивая что ли а на самом деле просто человек выразил вам в этот минуту свое восхищение и возможно свой интерес заинтересованность вас и а вы восприняли через призму своего прошлого какого-то опыта и вот это вот ваше недопонимание друг друга недосказанность она краски приводит вот к этой метафорические карты когда ваза разбита то есть отношения и коммуникация да вот вы и ваза это ваше отношение с другими людьми рушатся из-за не дал недосказанности не вот не недопонимания почему потому что а вы ничего и не сделали для того чтобы быть понятым для того чтобы понять другого человека что вам поможет дружба научиться дружить с людьми то есть дружелюбно подходить к другим людям не агрессивно гневно то есть изначально я уже знаю я знаю что ты мне скажешь и подходи что-то в таком роде нет даст культурно вежливо держите дистанцию не говорю прям всем открывать свои души но с улыбкой на лице всегда в хорошем настроении потому что на самом деле знаете уникальная такая такой момент испортить настроение могут все а поднять нет вот станьте вы таким человеком для себя поднимается свое настроение в первую очередь а потом уже свои собственные улыбка вы будете влиять на других людей вот это вот одна из черт из характеристик дружелюбия дружба любовь да то есть с любовью и дружбой к другому человеку такая вот у меня была третья позиция я благодарю вас за внимание хочу пожелать вам всем прекрасных выходных напоминаю что у меня есть второй канал он тоже есть в описании к этому раскладу там короткие ролики до 10 минут на одну позицию кто еще не подписался переходите по ссылке подписывайтесь если вам интересно таким образом вы будете получать каждый день мои расклады три раза в неделю на основном канале на этом канале да это понедельник среда пятница и вторник четверг суббота и воскресенье на 4 расклада у меня выходит на моем втором канале таким образом каждый день вы выйдете нет вру три дня в неделю вы меня видите на том канале у меня только руки четыре раза видите только мои руки и карты вот но слышите меня возможно не хватает моей энергии когда вы меня видите тоже невербально транслируем прощаюсь с вами позитивных вам новостей всего самого наилучшего до следующей недели всем пока пока